МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиши. В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полторы тысячи человек приняли участие в легкоатлетическом пробеге колокола Чернобыля. Плей-офф все ближе. В мини-футбольном чемпионате Беларуси осталось провести один тур регулярного этапа. Дружба без границ. В Гомеле состоялся традиционный детский турнир по киокушинкан-каратэ. Сегодня исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В Гомеле любители бега почтили память жертв той трагедии. 26-й по счету межгосударственный легкоатлетический пробег колокола Чернобыля получился масштабным. Участие приняли полторы тысячи человек. Стартовал пробег у Ледового дворца. Каждый сам выбирал дистанцию. Два, три или десять километров. По своим силам и уровню подготовки. Возраст участников разный. От дошкольников до ветеранов. Для самых маленьких дистанция совсем небольшая. Однако и она позволила почувствовать атмосферу мероприятия. На старт более протяженных дистанций вышли как любители, так и профессионалы. Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский стартовал на самой продолжительной – 10-километровой дистанции. Вижу много здесь и школьников, много здесь и семейных, я думаю, и взрослых, и с детьми. Это очень хорошо. Более того, мероприятия проходят в городе. Об этом узнают люди. И это будет хороший стимул для вот такого движения физкультурного. Многие просто захотят принять участие не в этот раз, но в следующий. Выстрел стартового пистолета и участники на дистанции. Бегу способствовало все – погода, ровная дорога и, конечно же, атмосфера, которая бывает только тогда, когда вокруг большое количество единомышленников. Сама организация очень понравилась. Трасса тоже по городу очень интересная. Редко проводят соревнования по городу. Обычно как на стадионе, кроссы по пересеченному месту, а так по городу очень интересно. Тем более массовый старт уже очень захватывающий. Интерес к пробегу растет из года в год. В нынешнем зарегистрировалось для участия полторы тысячи человек. По словам организаторов, как раз на такое количество и рассчитывали. Традиционно приехали и гости из приграничных регионов России и Украины. У нас из года в год оно все время добавляется. Но мы надеемся, что в следующем году будет участников гораздо больше. Как известно, здоровье человека много в чем зависит от него самого. А физическая культура и спорт – один из главных элементов долгой и счастливой жизни. Предпоследний 29-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге не дал ответа на главный вопрос. Каковы же будут составы четвертьфинальных пар плей-офф? Ясно одно – столица уже точно никуда не денется с четвертого места. Окончательная расстановка команд в первой восьмерке станет известна по итогам заключительного 30-го тура. Нам интересна борьба за пятую позицию. На нее претендуют два гомельских коллектива – БЧ и ВРЗ, а также Микошевичский «Гранит». В 29-м туре «Граниту» достались самые легкие очки. Футболисты Светлогорского ЦКК не явились в Пинск, где должен был состояться матч. Им записали техническое поражение, а команда из Микошевичей пополнила свой очковый багаж. ВРЗ в Минске переиграл «Динамо БНТУ» 3-2. Так что железнодорожникам тоже нужно было побеждать. Они принимали на своей площадке УВД «Динамо» из Гродно. Этот дебютант высшей лиги славится как очень неуступчивый соперник, что милиционеры подтвердили в поединке в Гомеле. Уже на четвертой минуте они вышли вперед. Успех принес розыгрыш стандарта. Гомельчане владели игровой инициативой, однако на завершающем этапе не хватало точности и везения. Сравнять счет удалось только через 9 минут, отличился Вершинин. При этом милиционеры опасно огрызались контратаками. И несколько раз только стараниями Стремилова в воротах железнодорожникам удалось избежать пропущенного гола. Концовка таймы осталась за хозяевами. Голы Шулькина и Коцура разделили буквально 40 секунд. 3-1 в пользу БЧ к перерыву. Во втором тайме хозяева продолжили играть первым номером, а гости делать ставку на контратаки. Железнодорожникам, как и на старте первого таймы, не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Сказывался тренировочный сбор, проведенный во время недавней двухнедельной паузы. Есть причины, по которым мы не совсем уверенно действуем в атаке и не совсем уверенно при обороне. Надо немножко времени, то есть провели хорошую работу. Я надеюсь, что это главная причина. Немножко нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Я уверен, что в играх плей-офф будет совсем другое движение. А вот контратаки УВД «Динамо» становились все опаснее. Создавалось впечатление, что забей милиционера и хозяевам не видать победы в этом матче. Однако сценарий первого тайма повторился. Концовка осталась за БЧ. В течение менее чем двух минут гости трижды доставали мяч из сетки своих ворот. Отличились «Можейка», «Вершинин» и «Цверко». Итоговый счет матча 6-1. Тяжелая игра была. Команда УВД всегда бьется, играет до конца. Получается, сразу не забили. А потом вратарь все ловил, никак не могли распечатать его. Потом вроде бы забили. Ну и пошло потихоньку, потихоньку пошло. Нашли свою игру и довели матч до победы. Провалили концовку и первого тайма, и второго тайма. Я думаю, сказалось, дальняя дорога. Ехали в день игры, поэтому немножко физически не хватило. Ну и, безусловно, снова подвела реализация момента. В БЧ, скажем так, большинство моментов своих реализовало стопроцентных. А мы, к сожалению, и выходы один в один не реализовывали. Поэтому, ну, результат закономерен. Светлогорский ЦКК потерял шансы остаться в элите. Нагрокомбинат «Южный» также близок к вылету. В заключительном туре, который состоится 30 апреля, «Южане» играют с «Лидсельмашем». И вряд ли возьмут очки. ВРЗ завершит регулярку домашней игрой против «Гранита». Матч обещает быть весьма зрелищным. Команда разделяет два очка. Победитель этого противостояния точно будет выше своего оппонента в таблице. БЧ в 30-м туре в Минске сыграет с «Дорожником». ЦКК дома с Борисовым 900. Мозырьская славия в четвертом туре чемпионата страны по футболу высшей лиги на выезде сыграла со столичными кромкачами. Хозяева были сильнее 1-0. В турнирной таблице мазыряне с четырьмя очками располагаются на 12-й позиции. Следующую игру они проведут 30 апреля дома. Соперник – Витебск. О других новостях в нашем обзоре далее. В первой лиге футбольного чемпионата сыграли второй тур. После ничей с Оршей на старте футбольный клуб «Гомель» с лихвой реабилитировался. В гостях повержен потенциально главный конкурент по чемпионату – Могилевский Днепр. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Павел Ситко. В ближайшую субботу «Гомель» будет принимать столичную команду «Луч». «Гомель» жил «Дор Транс» в первой домашней игре сезона порадовал болельщиков. Со счетом 3-0 повержена звезда БГУ. В составе «Гомельчан» отличились Кирилл Шрейтер, Денис Галенко и Евгений Кудаш. 30 апреля «Гомель» жил «Дор Транс» отправиться в гости к футбольному клубу «Смолевичи». А вот «Светлогорский химик» снова уступил. На этот раз «Лучу» со счетом 2-0. В третьем туре «Светлогорские футболисты» на своем поле будут принимать «Барановичи». В женском гонбольном чемпионате страны подошел к концу второй этап. «Гомельчанки» завершили его на мажорной ноте, одержав домашнюю победу над Городничанкой и выездную над БНТУ «Белаз». Завершили регулярный чемпионат наши гонболистки на второй позиции. Лидер БНТУ. 29 и 30 апреля в Минске команда примет участие в финале четырех Кубка страны, где попытается прибавить в Кубку Балтийской лиги еще один трофей. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» в эти минуты проводит первый матч полуфинальной серии против столичного «Ска». Игра проходит во дворце игровых видов спорта областного центра. Второй матч 29 апреля состоится в Минске. Третий, если понадобится, запланирован на 30 число. Напомню, что по итогам регулярного сезона наша команда заняла третье место. В Гомельской области состоялась второй этап Кубка Беларуси. Неоткрытое первенство Гомельской области по велоспорту. Турниры посвящены памяти первого председателя областной федерации велоспорта, героя Советского Союза, генерал-майора Федора Веревкина. На старт вышли более 200 гонщиков со всей страны. Первый этап Кубка Беларуси состоялся в Бресте. Через неделю спортсмены перебрались в Гомель. Победителей выявляли в трех возрастных категориях – юноши, юниоры и взрослые. Соревнования длились три дня. В первой состоялись индивидуальные гонки, во второй – групповые. Завершили программу гонки «Критериум». Понятно, что сильнейших гонщиков страны не было. На ней выступают за профессиональные зарубежные клубы. И в них проходят подготовку. На внутренних стартах основное внимание молодежи, за которой будущее белорусского велоспорта. Вот то, что сегодня происходит, это работа у нас проходит с молодежью, с нашей резервом. Мы просматриваем. Молодежь у нас очень хорошая. И поэтому нам надо немножко еще время поработать, чтобы у нас все-таки появились такие, как Вася Кириенко, Константин Севцов, Алена Мелесик. Одна из надежд белорусского велоспорта – минчанка Ангелина Краско. В соревнованиях девушек она показала стопроцентный результат и увезла домой три золотые медали. Наша работа не проходит даром. Вот первое место. Я очень долго ждала такой победы. То есть три гонки подряд выиграть – очень неожиданно. Спортсмены из Гомельской области также не остаются в тени. Представители нашего региона входят в сборные команды страны. На этих стартах они также без медалей не остались. Сегодня представляет Гомельскую область в национальных и сборных командах. Но это очень солидное количество спортсменов. Это сегодня те спортсмены, которые действительно выступают. Это и чемпион мира среди юниоров, и Антон Музычкин, и ребята, которые сегодня выступают. То есть представительство очень большое в Гомельской области. И оно ощущается, естественно, и всегда по протоколам мы видим. Нынешним летом состоятся Олимпийские игры. И понятно, что сейчас все мысли об этом старте. У белорусских велогонщиков уже есть шесть лицензий на участие в играх. По плану должно быть семь. Правда, есть основания рассчитывать и на большее. Статистами на Олимпиаде белорусы быть не планируют. Нас волнует не только завывание лицензий, нас еще и волнует выступление на Олимпийских играх, где у нас запланирована все-таки медаль и шестое и восьмое место. О том, что границы дружбе не помеха, еще раз доказали юные каратисты. В Гомеле состоялся традиционный детский турнир по киокушинкан-карате. Участие в нем приняли спортсмены из Белоруссии, Украины и России. Киокушин – дружба без границ. Уже само название говорит о главных целях турнира. Кроме соревновательной части, для участников подготовили и развлекательную программу. Так что ребята успели хорошо провести время и подружиться. Это детский турнир, я хочу обозначить просто на посту. И все делается для детей. Мы стремимся, чтобы связи не рушили, чтобы мы были вместе. Во дворце физкультуры и спорта профсоюзов, где проходил турнир, буквально яблоку негде было упасть. Всего в соревнованиях приняли участие 260 спортсменов. Возраст от 6 до 13 лет. Для многих ребят эти соревнования дебютные. И первый боевой опыт на ковре добавит им целеустремленности, стойкости духа и тела. Что важно не только в спорте, но и в жизни. Украинцы и россияне – постоянные гости на гомельских турнирах. Однако среди участников нынешней «Дружбы без границ» есть те, кто приехал в город над Сожем впервые. Мы приехали с командой впервые и нам безумно понравилось, потому что невероятно чистый город, невероятно чистые люди. Точно так же невероятно чисто и здорово на вашем турнире. Привезли выступающих спортсменов, спортсменов опытных, которые приехали занимать первые места. И слава богу, большинство ребят в финале. Юный возраст зрелищности не помеха. И даже наоборот, никто не хотел проигрывать. Высокая конкуренция, которую составили спортсмены из Украины, России и региона в Беларуси, не помешала представителям Гомельской области взойти на высшую ступень пьедестала почета. Победителями стали Матвей Ковзик, Данил Харитонов, Герман Иванчиков, Алексей Зюлев, Кирилл Остапенко, Александр Захаров и Александр Кацуба. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Савин.